Добрый день, друзья, гости и подписчики моего канала. Меня зовут Полина. Девочки на просторах интернета, на страничке замечательной рукодельницы Марины, в группе девочки и куколки, я увидела замечательный мастер-класс по изготовлению мини кладильной доски из разделочной доски. Мне это идея так сильно понравилась, что я тут же побежала искать себе разделочную доску. Но оказалось, что все доски у меня пластиковые, но я нашла вот такую замечательную досочку. Для меня их специально делали как разделочные, и у меня их несколько штук. Но я поняла, что если я буду их беречь и ждать, когда они там все износятся, у меня просто жизни не хватит, и она останется, говорится, еще моим детям и внукам. Поэтому я решила использовать такую замечательную доску. Девчонки, это натуральное дерево, это натуральный массив, не знаю, березы, по-моему. Она очень тяжелая, и когда я это все увидела, конечно, вспомнила анекдот, когда муж приходит домой в три часа утра, а у порога его встречает жена с огромной тяжелой сковородкой в руках. И он говорит, да хозяюшка ты моя, я не голодный, солнышко, иди спать, ложись. Так что вот гладильная доска у меня есть, вернее, у меня есть разделочная доска, и я посмотрела те ткани, которые у меня есть в запасе. Для гладильной доски, для мини-гладильной доски, мне нужны ткани из натуральных материалов. Я нашла кусок драпа и нашла еще, вот у меня остался немножко хлопковый ватин, он у меня остался после пошива лоскутного отьяла. Значит, что я буду делать? Мне надо эту доску, самая элементарная, обтянуть этими тканями. Ну вот я так прикинула, в длину подходит, то есть у меня здесь самое главное, чтобы вот рабочая поверхность была гладкой и без всяких там этих швов и заломов. Поэтому я сделаю так. Вот я вот так вот ее подхвачу, и с обратной стороны вот эти вот все края просто иголкой с ниткой я их подхвачу. Если, ну сами понимаете, да, если, значит, пользоваться здесь каким-то горячим клеем, либо на клей садить, это вообще будет полная ерунда, потому что это изделие будет постоянно подвергаться воздействию высокой температуры. Поэтому я сейчас вот взяла иголку с ниткой и вот эту ткань я подошью. Ну а потом на следующем этапе, поэтому сразу все рассказываю, дальше уже буду работать, говорится, без камер. Возьму тот самый свой хлопковый ватин и его вот к лицевой стороне, так, который у меня будет именно рабочий, я его подошью. Мне нравится, когда гладильная поверхность для глажки, когда она толстенькая, тогда она, в общем, ткань хорошо отпаривается. Так, это у меня будет основа. А в качестве чехла для моего мини гладильной доски я нашла, так, я нашла. Это она меня нашла, видите, как схватилась. Я нашла тоже кусок натурального, натуральной хлопковой ткани. Девочки, мне очень повезло. Это фланель и при том, смотрите, какая она замечательная, она уже получается расчерчена. То есть, если работать и выглаживать на ней отдельные элементы, лоскутного шитья, здесь как раз можно проверять заодно и правильность соединения и ровность, чтобы был прямой угол. Ну, приступаю к работе. Но это, как вы видите, у меня идет процесс уже работы. Я обшила свою красивую досточку этим драпом. На той стороне все закрепила. Теперь укладываю хлопковый ватин. Видите, я его сделала в три слоя. В качестве основы вот этой вот вы можете смотреть уже по тому материалу, который у вас есть. Потому что это может быть и старый плед, и одеялка какой-то, старое полотенце махровый. Главное, чтобы вот эта поверхность для глажки, чтобы она была все-таки сделана из натуральных волокон. Ну, я об этом уже говорила. Чтоб не плавилось. Ну, и была достаточно пышной. Так, вот тут смотрите, видите, по краю я пришила с двух сторон. Ну, досталось тут еще зашить. Обшила, девочки, я свою досочку. Так, со всех сторон. Здесь у меня с верхней стороны три слоя ватина, один слой драп. И с обратной стороны у меня, ну, сами видите, да, просто тот самый драп. Теперь мне надо выкроить чехол. Значит, я прикинула, что мне проще одевать его вот так вот и оставлять не зашито тот длинный край. Поэтому я сейчас вот так вот уже разложила доску свою, примерила и отрезала нужную величину. То есть, как раз вот здесь у меня идет вот такой загиб. А здесь у меня будет проложена соединительная строчка. И мне сейчас надо развернуть и по изнанке прострочить вот так и вот туда наверх. Чехольчик этот я сшила и в него вставила свою доску. Вот эта сторона у меня более пухленькая. Это у меня сторона будет изнаночная. Теперь смотрите, девочки, что мне надо сделать. Нам надо, чтобы все было хорошо, спокойно лежало. Так, все ткани проверили. Теперь делаем следующее. Вот эту часть, которая изнаночная, мы ее так вот укладываем. Все швы, вернее все поверхности разглаживаем. Теперь вот этот угол мы его вот так вот загибаем с одной стороны. Так, потом делаем такую же подгибочку с другой. Потом вот так вот, немножко натягивая ткань, мы ее сюда тянем наверх. И потом вот этот клапан, видите, здесь у нас такой, мы его тоже подгибаем и тоже подворачиваем. Вот, получается такое очень аккуратное соединение. А теперь я возьму иголку с ниткой и здесь может быть даже какими-то, ну, не очень сильно потайными стежками, потому что, ну, это деталь, это изделие будет для моего личного использования. Я здесь подошью. Так выглядит уже подшитый край. Знаете, пока шила, все вспоминала, думаю, откуда я знаю такое соединение. И вспомнила, что в советское время, у меня мама как раз работала на почте, вот, и посылки как раз запаковывали, ну, если кто помнит, как раз такие тряпичные мешки. И зашивали таким способом. И сюда еще так ставили печать сургучную, наливали сургуч, запечатывали и в таком виде отправляли посылочки. Ну, вот у меня тоже такая посылка. Письмо счастья, можно даже сказать, потому что, я думаю, с такой замечательной гладильной доской. Она мне очень сильно облегчит работу. Во всяком случае, гладильная поверхность будет всегда под рукой, и я смогу работать с огромным удовольствием. Так что, вот, девочки, подписывайтесь на канал, ставьте классы, пишите комментарии. Всем пока-пока и до новых встреч!